Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. В одном из своих прошлых видео я вам говорила, что начало августа это как раз-таки последний срок применения химических обработок на винограднике, то есть чтобы мы нормально успевали до созревания ягод. И, конечно, возникает резонный вопрос, а если я не успел, а если я вообще не хочу химии, как мне справляться с болезнями на винограднике и как его защитить? Первое, о чем следует сказать, и об этом я уже упоминала, есть ли растение здоровое, есть ли у него хороший иммунитет, есть ли ему хватает всех факторов роста, о факторах роста я рассказывала отдельно, под этим роликом, нажав кнопку «Еще», я оставлю ссылку на это видео, чтобы вы могли посмотреть, то, в принципе, такое растение и не болеет. Но, к сожалению, бывает это не всегда, поэтому мы с вами поговорим о том, как же попробовать защититься, скажем так, нехимическими способами. Первое, что вы должны понимать, то есть это должен быть хороший уход за растением. Дальше лозы должны хорошо проветриваться, то есть сидеть достаточно редко. Поэтому, например, у нас есть определенный недостаток места, у нас всего лишь 6 соток, на которых там дом, беседка, еще какие-то хозяйственные сооружения, грядочки, цветочки, то есть у нас места особо нет. Но если вы хотите только, например, применять биологические средства защиты, не хотите применять химию, значит, готовьтесь к тому, что посадки должны быть редкие, формировка должна быть достаточно редкой, в идеале это даже одна плоскостная шпалера, если двухплоскостная, все равно она должна достаточно проветриваться и, например, быть вот такой, как здесь. Потому что, например, здесь уже, видите, все гораздо плотнее и, соответственно, проветривание хуже. При этом, конечно, есть определенная генетическая устойчивость сортов, то есть есть сорта, более подверженные заболеваниям и менее подверженные. Чем более устойчивый сорт у вас будет, тем проблем будет меньше. Однако при хорошем уходе даже сорт со слабым генетическим иммунитетом может себя чувствовать достаточно хорошо. На нашем участке явный пример – это кишмиш лучистый. К сожалению, в этом году не плодоносит. В прошлом году не успела нормально вызреть лоза, потому что прошлой весной он подмерз, а на нашем участке он болел только первый год. Дальше ему создались очень комфортные, благоприятные условия и что такое болезнь на лучистом мы совершенно забыли. Следующее, о чем бы хотелось сказать, если вы хотите применять химию по минимуму, то хорошо, если ваш участок находится где-то обособленный и рядом не растут другие растения, которые являлись бы источником заболевания. Так, например, вот соседский забор. Вот тут даже видно, немножко растет остатки винограда. Они, к счастью, его вырубили. Но он здесь сидел стеной. Правда, нашего еще винограда здесь не было, но мы понимаем, 6 соток – это участок всего лишь 20 на 30 метров. И когда вот рядышком, даже несмотря на то, что не здесь росло, тогда еще этой шпалеры не было, но тем не менее, все равно расстояние достаточно близкое. Вот этот виноград болел, и как бы мы ни старались, все равно у нас есть рядом большой источник инфекции. Сейчас этот источник находится вот там, соседский виноград. При сильном приближении, я думаю, что вы видите, ягоды уже повреждены. Несмотря на то, что есть некоторое расстояние до наших виноградников, но все равно мы понимаем, что, чтобы мы не делали, рядом достаточно много источника заболевания. Следовательно, мы понимаем, что в таких условиях обойтись без химической защиты будет достаточно сложно. Конечно, мы можем применять, я тоже рассказывала, есть две группы препаратов. Есть препараты контактные, которые попадают сверху на листик и защищают, пока они там. И препараты системные, которые проникают внутрь. Если мы используем только контактные препараты, то мы понимаем, что они работают до первого дождя. То есть, если погода стоит дождливая, то нам надо обрабатывать, 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 чтобы лист постоянно был под этой защитной пленкой. Это раз. Во-вторых, для того, чтобы они хорошо работали, мы понимаем, что нам надо полностью покрыть этот лист защитным средством, что тоже на самом деле достаточно сложно. Ну вот сейчас здесь более редко размещены лозы, а вот с этой стороны достаточно плотно. И как бы я ни старалась, тем более, видите, у нас, например, шпалеры высокие, как бы я ни старалась, да как бы и вы ни старались, полностью залить все это препаратом сложно, особенно если это надо делать достаточно часто. Вот эти все факторы мы должны учитывать и работать усиленно над профилактикой, потому что когда болезнь приходит, хорошо, если где-то одно пятнышко, например, мильдию обнаружили на листике, листик можно убрать, сжечь и быстренько обработать. Но бывает, что приходит все массово. Дальше основной, один из очень важных факторов – это погодные условия. Если стоит хорошая, довольно сухая погода, комфортная, то, в принципе, растение особо не болеет. Но бывают затяжные дожди, тогда чаще приходит аидиум. Бывает, например, стоит жара-жара, потом пройдет дождь, потом опять станет жарко, тогда идет вспышка меди. И в тот момент, когда уже болезнь массово пришла, там уже лучше всего использовать тяжелую артиллерию. Можно, конечно, пробовать как-то справиться с такими, опять же, более мягкими средствами, но это будет гораздо сложнее. Из, скажем так, мягкодействующих химических средств, которые разрешены и на органических виноградниках, это использование серы и использование медного купороса. По-моему, до шести обработок можно, может быть, даже больше. Скажу так, что мы в этом году провели две обработки медью и две обработки системными препаратами. Вообще, наша задача прийти к тому, чтобы оставить только одну обработку системным препаратом, а остальное, да, использовать все-таки более мягкие средства. Но, повторюсь, что надо учитывать многие факторы. В этом году у нас этот эксперимент не получился, ввиду того, что была очень плохая весна и растения были очень ослаблены. Мы первый раз столкнулись с хлорозом, мы первый раз столкнулись за 10 лет с антракнозом, но, к сожалению, против погоды не попрешь. Есть такое направление в виноградарстве, как биодинамика, когда тоже используют различные травяные чаи, причем обрабатывают ими только в строго определенные дни. И это работает, это действительно работает, но работает не всегда. И как-то я читала интервью с одним из биодинамистов, по-моему, в Молдове. Он говорил о том, что быть готовы раз в несколько лет терять полностью все, потому что, ну, не справляется. Опять же, погодные условия и наличие всяких других факторов, которые могут ухудшить эту работу. В качестве медного препарата мы используем бордовскую жидкость. Как ее разводить, написано в инструкции, делаем 1% раствор, и коллоидную серу. Итак, сера коллоидная, она продается вот в таком виде. Нам нужна концентрация 100 грамм на 10 литров. Как раз я уже ее использовала, поэтому тут осталось всего лишь 100 грамм. Сейчас я открою. Самое главное, правильно ее растворить, потому что, если мы просто зальем ее водой, у нас ничего не получится. Это такой очень плохо смачивающийся прошок. Поэтому мы высыпаем в какую-то емкость и по чуть-чуть, как муку в тесте, разводим водичкой. Буквально капельку я добавила и каким-то неметаллическим предметом хорошенько вымешиваю. Это все снимаю, а потом ускорю. Доливаем дальше. По чуть-чуть. По чуть-чуть. Пока остановись. Самое главное, правильно ее растворить, потому что, если мы просто зальем ее водой, у нас ничего не получится. Это такой очень плохо смачивающийся прошок. Поэтому мы высыпаем в какую-то емкость и по чуть-чуть, как муку в тесте, разводим водичкой. Буквально капельку я добавила и каким-то неметаллическим предметом хорошенько вымешиваю. Доливаем дальше. По чуть-чуть. Так, у нас получилась вот такая вот... Ну, я уже не показывала, постепенно довела до литра. На самом деле, можно доводить до любого объема. Главное, чтобы итоговый у нас получился 10 литров. Такая вот штука, которая, видите, как бы с такой серной пенкой. Теперь нам надо это будет процедить. Поскольку я буду все смешивать с медным купоросом, я пока что это не в опырскиватель делаю, а в отдельную емкость. Берем что-то. Могут быть женские колготки, может быть какая-то марля. У меня это от занавески. Чтобы не было крупных кусочков, через какую-то марлечку проливаем. На ней уеду, что очень много чего остается на ней, поэтому надо будет пролить несколько раз. Значит, вот такой раствор серы у нас получается. В итоге от этой пенки все равно никак не избавитесь. Процеживание нам было нужно только для того, чтобы удалить самые крупные кусочки. Но на самом деле, как бы возиться с этой колодной серы так себе удовольствие. Можно заменить препаратом Тиавиджет. С ним все гораздо проще. Вот у нас раствор бордосской жидкости. И мы в нее вливаем раствор серы. Эти два препарата прекрасно смешиваются между собой. В дальнейшем мы еще раз процеживаем тоже через что-то крупное, чтобы у нас не забивался сильно опрыскиватель. Мы опрыскиваем. Но тут надо понимать, что есть определенная степень возни, потому что возникают комочки. И, как вы видели, колодную серу достаточно сложно развести и довести до нормального состояния. Хотя, несмотря на то, что вы видели на видео все вот эти вот комочки, что-то оседало, но в опрыскивателе оно прекрасно заливается, хорошо порыскает. С медью тоже немножко надо повозиться, чтобы все хорошо растворило, чтобы не было комков, хорошо процедить, потому что иначе все время ваш опрыскиватель будет забиваться. То есть определенные сложности есть. Что еще можно использовать? Можно использовать биопрепараты, ну, например, тоже фитоспорин. Хотя, честно говоря, я пробовала, и фитоспорин мне категорически не понравился. Как препарат, никакой эффективности я не увидела, хотя это, ну, препарат сеной палочки. Ну, та же сенная палочка, ее можно получить и самостоятельно, и с скошенной травы. Вот, смотрите, здесь у нас мульча, и тут как раз-таки, может быть, плоховато видно, сейчас суховато, но вот пылит. Вот, вот, видно. Беленько. Вот это та самая сенная палочка. И наличие той же мульчи на земле, оно тоже частично препятствует возникновению и развитию грибковых заболеваний на винограде. Соответственно, мульчирование может быть тоже как одним из методов борьбы, но, честно вам, хочу сказать, что это не панацея. Это всего лишь такой вспомогательный элемент, который может частично помогать и частично защищать. Но если придет плохая погода, если я ничего не буду делать со своим виноградником, то я не исключаю возможность возникновения заболевания. Дальше я вам рассказывала о растворе сыворотки, который я делаю для теплицы. То есть в теплице никаких химических агентов не применяется, кроме раствора сыворотки. При том, что говорила, что и томаты был год, когда я вообще снимала их 16 октября последние. И виноград там никогда больше ничем не обрабатывается. И болезни не возникает. То есть сыворотку тоже можно. Но помним, есть дожди, она смывается. Соответственно, минимум раз в неделю вам обязательно надо обрабатывать. Ну, конечно, если прошел дождь, обязательно после дождя должна быть обработка. Соответственно, это время. Можно использовать раствор золы. Я вам рассказывала про раствор золы в видео про возревание. зола в этом плане такой, скажем, палочка-выручалочка, потому что она, с одной стороны, дает микроэлементы нашим виноградам, с другой стороны, она способствует вызреванию за счет содержания калия, и с третьей стороны, она дает и защиту определенную. Но тоже помним, что есть дожди, и, соответственно, обработки эти надо делать часто. Также, я думаю, что многие из вас слышали, что для тех же и контактных препаратов, ну, и для той же золы всего этого очень хорошо использовать какие-то прилипатели в виде мыла. Так вот, смотрите, например, мыло вообще имеет щелочную реакцию. На чем основана работа сыворотки и, например, золы? Сыворотка – это кислый раствор, зола, раствор щелочной. Грибки любят среду нейтральную, соответственно, либо в кислой, либо в щелочной для них плохо, им жить некомфортно. Но если вы, например, в раствор сыворотки добавите мыло, в эту среду нейтрализуете, соответственно, ваша обработка окажется абсолютно бесполезной. В то же время в раствор золы мыло можно добавлять, при том, что есть специальное мыло, дегтярное, вот последний раз я брала горчичное, оно тоже обладает легкой степенью защиты, поэтому в данном случае оно будет вам помощником. Еще одно из таких, назовем, волшебных средств, это обычная пищевая сода. Обычная пищевая сода также довольно неплохо защищает от грибковых заболеваний, от того же аидиума. Если, например, у вас грозди поразил аидиум, ну, конечно, частично самые пораженные ягодки обязательно надо вырезать, а саму грозь можно просто покупать, взять в какой-то емкость, налить туда раствор соды и прям вот так вот помыть грозди. Неплохо приостанавливает болезнь. Это средство мы пробовали. По пропорциям это приблизительно 4-5 столовых ложек на ведро воды и, конечно, мыло туда можно добавить. Можно добавить обычное хозяйственное, ну, либо, как я уже сказала, есть специализированное мыло, они гораздо удобнее. Они жидкие, они не создают вот этот пленчатый раствор сверху. И еще, что важно помнить, я не просто так вам сказала реакция. Если вы хотите, например, чередовать, сначала содой попырскали, потом, например, у вас сыворотка появилась, то вот этого делать не нужно, потому что сыворотка имеет кислую реакцию, сода имеет щелочную, и, соответственно, друг друга они нейтрализуют, и обработка это будет неэффективна. И что хотелось бы сказать в завершении. Конечно, средств биологической защиты превеликое множество. Я назвала вам далеко не все, только самые основные, то, что я пробовала сама. Есть еще, много готовят различных растворов, вернее, отваров, трав. Это крапива, очень хорошо работает, очень хорошо работает полевой хвощ. Но, напомню, то, о чем я говорила в начале ролика. Эти средства, они очень хороши, если у вас хороший, здоровый виноградник, если вы за ним хорошо ухаживали, если вы правильно проводите все зеленые операции, если он у вас хорошо проветривается, хорошо освещен, если ему хватает питания, и рядом вокруг нет источников заражения. Плюс погодные условия. Если все факторы складываются, то все будет хорошо. Если что-то одно прогибается, то можете столкнуться с каким-то неприятным сюрпризом, но по какому пути идти и как обрабатывать, решать вам. Напомню, что мы для себя хотим, мы понимаем, что в наших условиях нам достаточно сложно обойтись полностью без химии, поэтому мы хотим прийти к одной обработке системными препаратами, максимум к двум, то есть одна это где-то до урожая, и одна, если мы успеваем, то когда мы сняли урожай, чтобы растение ушло здоровое на зиму, вот тогда обработать еще раз. В прошлом году не успели, пришел заморозок, лист отвалился. То есть мы хотим прийти к этому, мы к этому стремимся, и в принципе в наших условиях, в условиях Беларуси это реально, но у каждого свои условия, поэтому вы смотрите и подбирайте методы защиты вашего виноградника согласно вашим условиям согласно вашей климатической зоне и месту произрастания. Но на этом я с вами прощаюсь, большое вам спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, в комментариях пишите свои мнения, задавайте вопросы, под видео нажав кнопку еще будет ссылка на другие полезные ролики, ссылка на каталог наших сортов и мои контакты. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok